Закон о растительном мире и налоги, с ним связанные, вызвали недовольство депутатов. Вместо того, чтобы ограничивать людей по сбору лекарственных растений и грибов, лучше бы занялись вредными продуктами, высказались мажелесмены. Что именно предложили обложить налогом и почему забота о природе, выраженная в законодательном акте, вызвала столько споров и обсуждений, расскажем в следующем сюжете. Налог на сбор ягод и грибов вызвал недоумение у народного избранника. У нас этим занимаются старики. Что же теперь, привлекать их к ответственности за это? Вопрошает депутат. Тут ему пришла гениальная идея. Давайте обложим налогами не грибы, а фастфуд. Из кого правительство собирается занимать налоги? С них, что ли? И их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы? И эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, при том, что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется. Кроме того, это новшество имеет высокие коррупционные риски и социальную напряженность. Очевидно, что правительство не умеет разбирать проблематику и, соответственно, принимать меры, которые могут давать эффективную отдачу. Вся вредная еда должна быть обложена налогами. Вот в Европе и в Америке, например, уже ввели подобные сборы на вредную еду. У нас тоже говорили о налоге на газировку, но дело пока не сдвинулось. И там, где его ввели по миру, до 70% производителей, продавцов продуктов питания снизили содержание вредных и облагаемых дополнительным налогом компонентов. Мы полагаем, что правительству следует повышать налоги как раз на вредные для здоровья продукты, а не на полезные, как ягоды. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос применения налога на вредные продукты, а семьям с низким уровнем дохода предоставлять ваучеры, на которые они будут приобретать полезные продукты. Надо внедрять несомнительные, а разумные налоги, используя для страны людей. В Комитете госдоходов пояснили, что плата за сбор дикорастущих лекарственных растений, ягод, грибов и за орехи уплачивается только на территории лесного фонда и заповедника. А это всего 11% территории республики. Хотя они везде собираются по республике, а налоговый кодекс привели в соответствие с появившимся законом о растительном мире. И поэтому с 2024 года плата будет заниматься и за заготовку дикорастущих растений, собираемых вне данной территории, то есть вне заповедников и лесного фонда. При этом необходимо учитывать, что плата уплачивается при заготовке только для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, то есть для предпринимательских целей. При сборе для личного и домашнего пользования плата не уплачивается. Ставка платы устанавливается маслехатами за килограмм сбора дикорастущих видов растений, а уплата производится ежеквартально в бюджет по месту заготовки не позднее 20-го часа месяца следующего за квартал. Налоговой отчетности нет. При этом в Комитете госдоходов напомнили, что инициатива принадлежит Минэкологии по закону в целях защиты растений. А вообще налоги всегда вызывают оживленное обсуждение. Например, всего несколько дней назад еще один депутат предложил альтернативную схему налогообложения со ставкой, привязанной к коэффициенту налоговой нагрузки, по сферам и назвать данную систему налог с оборота. А еще в пилотном режиме ввести данную систему налогообложения в какой-нибудь отрасли и посмотреть, к какому эффекту это приведет. А вот какие результаты могут быть после этого. 100% увеличение собираемости налогов, значительное увеличение поступлений в бюджет, сокращение штатной численности органов в государственных доходах до 80%, значительное снижение нагрузки на судебные органы власти, вывод из теневого оборота отраслей, упрощение налоговой отчетности и налогового администрирования, сокращение штатной численности бухгалтеров, многократное увеличение зарубежных инвесторов, рост благосостояния населения страны. Ну а пока депутаты ждут письменный ответ по налогу от премьера Смаилова.